Владимир Ильич, «Красный команд», «Семьих лицом», «Еброг» и «Матвиченко». Я вам, пожалуйста, важный комментарий начинал. Хочу поздравить команду «Ебром» с победой, поблагодарить наших фанов, которые по-любому смотрели нашу игру, поддерживали нас, держали за нас кулаки. По игре проиграли в желании, проиграли один в один, дали забить легкие мячи из «Краски». Подборы в подборах справились, так как мы до этого пропускали по 18-20 подборов, более-менее справились делать подборов, в желании проиграли один на один. Я бы, наверное, поправил немножко Ивана, проиграли не в желании, а прежде всего в самоотдаче. То, что желание было, тут даже не обсуждается самоотдача, самоотверженность, и, к сожалению, сегодня проиграли. Мне понравилось, как играл Днепр, действительно хорошая игра, хорошая самоотдача, хорошая работа тренера, хорошее выполнение установки на игру. Уверен, что сегодня тренеру Днепра есть за что похвалить своих игроков. В свою очередь, мне не понравилось то, что делали мы на площадке. В очередной раз мы забиваем достаточное количество очков для победы. 82 очка – это неплохо, при всем том, что где-то еще ищем свои связки. 82 очка – это нормально, но своей защитой мы не оставляем себе шансов победить. К сожалению, пока не можем найти те слова, наверное, для какой-то самоотверженной, более самоотверженной игры, потому что защита – это, прежде всего, психологическое состояние и желание игрока отдаться, убиться, не проиграть. Если игрок в защите не принимает этот компонент как вызов для себя, как желание доказать, что я сильнее, шансов нет на хорошую защиту, потому что нет хорошей защиты на мяче, нет хорошей подстраховки. Это закон в баскетболе, и никто его не отменял. К сожалению, с потерей тех игроков, которых мы потеряли, мы сейчас уже восстановили количественно то, что мы потеряли в задней линии, но пока мы не можем восстановить ту какую-то связку, которую давали нам Вова, Игорь Бояркин и Дмитрий Липовцев. Но тут нельзя опускать руки. Сейчас впереди важнейший матч в Еврокубке. Есть у нас два дня для того, чтобы все-таки хотя бы на немного, на какой-то маленький шажочек вперед продвинуться в этом плане. Хочется поблагодарить болельщиков за то, что понимают ситуацию, за то, что поддерживают нас, несмотря ни на что. Мы обещаем, что мы будем работать, выкладываться и все-таки рано или поздно наладим вот это, то, что мы потеряли. Ну, тяжело о чем-то говорить. Где-то, может, даже когда я его выпустил, чуть сломалась у нас игра, потому что он провел одну тренировку всего с нами. Пока есть то, что я увидел на одной тренировке, и сегодня парень старательный парень. Он как личность, хороший человек, это очень важно, потому что он отлично вошел в раздевалку. И я уверен, что и вот с таким его отношением к работе, и ребята ему помогут быстрее адаптироваться, и сам он адаптируется. Видно, что парень работяга. Будем смотреть, тяжело судить после одной тренировки игры. Продолжение следует...